Всем привет! С вами Олег с канала Береда. Сегодня работаем с картами, смотрим прогноз погоды и делаем вывод о катаклизмах. Надеюсь, в первомайские у вас каникулы проходят хорошо. Хотя в Восточной Европе, конечно, очень холодно. Сейчас об этом поговорим. Начинаем с частотого воздуха, смотрим в Северной Америке. Ну, здесь вот по великим равнинам что-то где-то, то ли пыль, то ли все-таки возгорание происходит. Локальные, локальные, то есть ничего такого сильного нет. Более жесткая ситуация здесь на юге Мексики, ну, я думаю, что там преимущественно пыль. Ничего не меняется в Южной Америке, все прекрасно, и в Южной Африке тоже. Смотрим теперь, что с пылью интересного происходит в пустынях Сахары. Здесь вот пыль ее выносит со стороны Ливии, мы видим, через Египет, в сторону Крита. И, в общем-то, вот так вот все закручивается над Средиземноморьем и никуда особо и не выходит. То есть даже вот здесь, в самой Сахаре, преимущественно сейчас северный ветер задувает. Тоже мы видим, прочистилась хорошо Саудовская Аравия, ну и пыльным остается только вот Ирак. Так, в Европе все, в общем-то, прекрасно. Смотрим на север Евразии, здесь продолжается возгорание, ну, думаю, техногенного характера. Ну и по югу тоже, там, в Сибири, конечно, вот эта вот сухая, опавшая хвоя, она действует как такой мощный катализатор, практически как топливо, легко сгораемое топливо для возникновения огня. Смотрим в Средней Азии, здесь пыль, да, и вы посмотрите, какой кошмар начался на Дальнем Востоке. То есть мы видели, там были возгорания, задымления, но вот сейчас, смотрите, угол Хабаровска, ну, может быть, это как раз пал травы сейчас, потому что температуры стали плюсовыми. Блин, плюс 4 Хабаровский, Благовещенский плюс 7. Вот, но похоже, что вот здесь вот какие-то пожары существуют. Ну и в Приморье мы видим тоже какие-то задымления. В Китае относительно все хорошо, особенно на юге. Ну, хотя в Шанхае, вот здесь вот видно, что, видать, все-таки начали производство какое-то ограниченное. И ухань вовсю работают. В Индии без изменений, даже улучшения какие-то можно отметить. В Австралии все прекрасно. Так, ну, теперь давайте с вами посмотрим, как у нас дела обстоят с осадками. Так, смотрим Европу. В принципе, в Европе прекрасная погода, небольшие осадки с грозами в районе Испании. Совсем чуть-чуть дождик урожает Ирландию, Великобританию, очень мягко. Циклон находится на севере Скандинавии, то есть здесь на Кольский полуостров влияет. Немножко на Карелию, в основном Финляндия, Швеция, Норвегия. На Балканах вот здесь вот тоже небольшие дождики, в Греции, на западе Турции. Ну, все это на пользу, то есть ничего такого сверхъестественного не происходит. А вот на Кавказе как-то чрезвычайно холодно, идут дожди, причем температуры по утрам такие довольно-таки бодрые, что-то в районе плюс пяти градусов. И, в общем-то, вся погода, туманы какие-то, и вся погода больше напоминает осень, чем весну, чем май. И довольно-таки прохладно, вот сейчас на севере Восточной Европы, мы видим, что по северу здесь даже и кое-где снежок выпадает. А циклон у нас находится вот здесь в центре Сибири, здесь тоже возможен снег по северу. И вот уже в Якутии, через Якутию целиком проходит вот такая вот снежная полоса, которая направляется в сторону Приморья. Ну, немножко на Сахалине непогода, южные Курилы. Опять с Китая вот вышла такая система непогоды. По сути, это хвост, это циклоны, такой растянутый в сторону Тайваня. В Индии гроза только в горах, и на самом юге сейчас, еще мы сон не пришли, они там мучаются от жары, по ночам особенно у них душно, там плюс 30 градусов снаружи, то есть довольно-таки жарко по ночам. Здесь на юге Аляски пришел циклон, и, соответственно, непогода, даже кое-где здесь в горах снег выпадает, то же самое по побережью Канады по-западному. И опять вот у нас в Соединенных Штатах видно здесь такая система грозовая, здесь завалил Техас градом, в Канзасе были торнадо, ну и сегодня, видать, продолжение идет, мы видим, что опасность сохраняется. Теперь в районе Великих озер здесь небольшие дождики, совсем-таки моросящие, ну и на востоке, на самом Канаде здесь небольшой дождик со снегом. Так, смотрим теперь Южную Америку, ну Бразилия по северу, небольшая полоса дождя, и в районе Парагвая, границы Аргентины и Парагвая, здесь довольно-таки сильные грозы. Так, в Африке у нас по экватору, вот здесь какая-то система в океане, ну тут два острова небольших, вот на этих островах возможно проблемы напротив Камеруна и Габона. Ну, теперь давайте посмотрим, как будет меняться ситуация с течением времени, сегодня ночью посмотрим, что происходит. Ночью США, вот эти великие равнины США, конечно, представляют большую опасность. Так, вот в Сибири будет кое-где снежок, Якутии проходить, здесь на Курилах, но в целом никаких особо катаклизмов мы не видим. Высокое давление вот стоит над Южным Уралом, Казахстаном и Нижней Волгой, получается, восток Украины даже чуть-чуть занимает. Так, смотрим теперь завтрашний день, ну завтра вот непогода на северо-западе, здесь, конечно, майские праздники как-то не особо удачно проходят. С Великих равнин ближе к Великим озерам завтра вот сместится циклон, там будет непогода. Ну, остальное все остается как бы в таком же состоянии, никаких эксцессов пока не видно. Кстати, даже как-то мало гроз для начала мая, вот я гляжу, ну холодно, знаете, холодная осень, холодная весна, видите, даже на язык приходит слово осень. Так, ну и вот великие озера будут здесь страдать от циклона, хвост уходит сюда до Техаса, то есть все-таки грозы будут здесь беспокоить. Техас это в ночь на среду, ну и вот здесь в районе Хоккайдо, Японии тоже область низкого давления. Так, давайте перейдем теперь к разбору температур, что сейчас мы наблюдаем. Довольно-таки хорошая погода у нас сейчас в США и на востоке Канады, прогрелась, в Атаве плюс 6, ковек плюс 7. Несмотря на утренние часы, чуть южнее здесь США, вообще по 20 градусов. Холода остались только в горах, вот здесь на западе, ну и вокруг Кудзонова залива, традиционно в Канаде здесь, конечно, холод любит обитать где-то до июня. В Европе погода прекрасная, в Лондоне плюс 15, Париж плюс 17, в Мадриде плюс 18, но вот по северу чуть севернее видно, что прохладно, в Андорре всего плюс 5. В Бернии плюс 16, вот в Праге 20 градусов, то есть прекрасная погода, Будапешт 21, Львов 18, Киев 18, Кривой Рог 18, то есть все отлично. Вот Украина под таким теплым куполом находится, а вот чуть севернее здесь уже не так тепло. В Нижнем Новгороде плюс 12, Москва плюс 14, Санкт-Петербург плюс 10. Большие перепады температур, потому что ночью в некоторых местах вот здесь было сегодня минус 5 градусов. То есть такие температуры больше подходят для начала зимы, либо конца зимы, но никак вот не для мая. То есть побиты рекорды были, заморозки оказались рекордными. На Урале мы смотрим, Екатеринбург плюс 7, Челябинск плюс 9. Тепло спряталось в Казахстане только. Да, смотрите, как вот здесь на юге довольно-таки холодно, в Листе всего плюс 9. Даже в Тбилиси, в Закавказье плюс 14 всего, Ерван плюс 11. Очень-очень так прохладно, Стамбул 17. И даже чувствуется вот до Бейрута вся эта прохлада. Только вот в Омане плюс 27, где и в Каире плюс 32. Так, в Средней Азии у нас в общем-то нормально для сезона. В Токменистане плюс 30, уже примерно такая температура в Узбекистане. И вот жара стоит, Индия и Пакистан, мы видим здесь плюс 43. Такие же показатели, то есть пока ничего не меняется. И довольно-таки жарко вот здесь вот со стороны Омана, Южная Саудовская Аравия. Так, смотрим, вот смотрите, в Китае на Западе тоже плюс 30. Здесь прогрелась вот эта котловина. Теперь Сибирь. По югу Сибири у нас Томск 9, Новосибирь 13, Барнаул 17. То есть перепад температур довольно-таки чувствительный. Но сравнить примерно такая широта Омск плюс 11. Теперь Центральная Сибирь, здесь Красноярск плюс 14. Кстати, здесь предупреждение. Возможно, сильный ветер из-за резкого перепада температур. Видно, что здесь минус 2 в Северо-Енисейске, в Красноярске у нас плюс 14. А в Лесо-Сибирске плюс 6. То есть предупреждение по неприятным погодным явлениям. Иркутск плюс 16, довольно-таки тепло для Первомая. Наверное, я думаю, хорошая погода. Тогда напишите, сообщите, как у вас прошел Первомай. Так, Первомай, кстати, везде отмечается, по всему миру. Но в Германии, понимаете, он выпал на воскресенье. Поэтому его как бы отмечали. Но уходного дня нет дополнительного. Такие правила. Иркутск минус 3, Магадан минус 2, и Петропавловск-Камчатский плюс 1. В Анадоре у нас минус 3. Что, ну давай теперь посмотрим, как будет у нас меняться все это, что ожидается ночью. Сегодня будет ли повторение заморозков? Нет, сегодня уже видно, что ветер будет такой южный за счет циклона, который находится у Белого моря. И поэтому ночь будет гораздо потеплее. Но вот заморозки, возможно, на Урале, в Западной Сибири и вот самый-самый северный Казахстан. Сюда еще возможно. И обратите внимание, в Закавказье тоже будет холодно. В Закавказье, в северо-восток Турции и даже с севера Ирана. Смотрите, какая прохлада здесь. Необычно для сезона. Там уже должно жарить, по идее. А вместо этого такие вот вещи наблюдаются. Ну и как-то жара не может пробиться. Вот здесь прям линия между штатами проходит. И прям как через эту линию, как будто стена какая-то не проходит на север. Ну смотрим, давайте завтра днем. Что у нас ждет интересного? Ну в Европе во всей будет тепло. Вот будут потоки юго-западные. То есть прогреется все. За исключением, опять же, вот Кавказа. Здесь какая-то прям ложбина за Кавказье. Тоже прям центр холода какой-то. В Испании тоже самое происходит. Мы видим, что в Испании как-то тепло в этом году не балует весеннее. А так в остальном все вроде бы как в соответствии с ожиданиями. Ну кстати, вот можно сказать, что завтра ночью в США будет довольно-таки прохладно. Здесь опять на Великие Равнины спустится холодок от Гудзонного залива. И могут быть минусовые температуры в Северных Дакотах, например. Ну давайте посмотрим теперь 11 мая. Что здесь будет интересного? Резкий перепад температур наблюдается в США. Сразу бросаются опять Великие Равнины. Здесь мороз с запада. Жара идет с юга. Поэтому здесь, судя по всему, что-то произойдет. Какие-то торнадо будут 11 мая. Жара начнется здесь в Испании, во Франции прогреется. В Центральной Европе будет немножко прохладно. И довольно-таки тепло будет в Восточной Украине. Здесь вот юг России. И прогреется Центральная Сибирь. Мы видим, сюда тоже пойдет поток теплого воздуха. На этом все. С вами был Алекс, канал Берелап. Отличное упражнение.